всем привет с вами youtube канал я мой принтер сегодня в нашей рубрике будет сборка эпсона будем собирать заменять детали какие вам показывал в той части отмылая нижнюю часть нашего принтера лоток этот поставил старый сюда видим когда я помыл такая получилась беда пришлось из остатков мне вырезать кусочки и поставить сюда и этот заменил потому что так вот сижила надо было их и не мыть его можно было так и оставить не сильно уж он был грязный ну ничего не поделаешь начнем сборку нашего принтера наверное редко в каких центрах отмывает от принтеры чтобы были идеально чистый потому что на это уходит очень много времени не все будут заниматься такой очисткой вашего принтера у вас есть специалисты такие напишите также если нету можете написать если вам понравится это видео не забываем подписываться делиться информацией что у вас было с вашим принтером закидывать копеечку чтобы дальше я в будущем снимал такие же прекрасные видео и вам было легче в обслуживании вашего принтера итак давайте начнем сборку принтера памперсы мы поставили сейчас будем ставить блок питания если ваш принтер не включается не горит ни один индикатор посмотрите вашу розетку затем посмотрите провод если здесь напряжение не скушал кошка собачка не перекусила ваш провод или сам не лопнул посмотрите целый предохранитель мой под водой еще раз говорю никаких секретов нету поставить это хашпил питания свое место и закрываем крышкой то есть когда будете засовывать под питание защелочку так засуньте затем блок питания ставим на свое место и закручиваем на два винтика закрутили на два винтика на ткани посмотрели чтобы он стал ровненько затем будем ставить лоток на свое место вот они крепежи обратите внимание вот эти вот направляющие они будут восходить вот сюда в пазы а вот эти вот петелечки они одеваются вот сюда то есть сначала одеваем петелечки потом вставляем направляющие все встало на свое место после того как поставили лоток закрутили раз винтик два винтик три винтика поставили наш датчик который срабатывает смазал смазку смазкой смазку я использую вот такую я показываю в своих видео сейчас смотрим наш датчик то есть мультиметр включили на прозвонку попробовали теперь берем два конца видим два конца у нас не звонится сейчас будем нажимать на кнопочку все работает можно собирать даже не спешите никогда с сборкой принтера лучше лишний раз видеть чем потом разбирать 50 раз затем берем вот эту шестеренку вот это наша часть внутренняя она будет одеваться вот сюда на эту шестеренку то есть вот эта шестеренка заходит у нас вот сюда оденем и наш поток спокойно ходит затем берем такую шестеренку видим здесь конус и здесь конус она одинаковая и одеваем вот сюда итак собрала механизм вроде бы здесь поставил слог на то здесь тоже но нажимая на наш затяжок кнопка у нас не срабатывает не срабатывает специально показываю косяк чтобы вы смотрели тоже чтобы у вас все работало то есть вот у нас на этом механизме вот эта площадочка должна нажимать на кнопочку и пока вы не добьетесь чтобы у вас кнопка работала мучиться с этим механизмом и так когда будете ставить вот эта штучка должна быть вверху а вот это опущено почти в самый низ то есть где-то такое положение механизм то есть видим поставили наш датчик сработал убрали наш датчик разомкнулся этот узел собрали следующим образом будем собирать основания перед тем как ставить двигатель не надо посмотреть они рабочие если у вас нету лабораторника можете попробовать вот я взял блок питания на 12 ватт конечно у нас слабенькая сейчас я включу вам от блока питания и от лабораторника и вы увидите отличие как будут вести себя двигатели то есть это наш двигатель от энкодером колеса это наш двигатель который я вам говорил что он перегорел а это такой же двигатель только из другого принтера для опыта подключаем 12 ватт видим двигатель работает тихо это двигатель который у нас отвечал за каретку слышим идет гул это тоже двигатель от каретки только исправной работает тихо обратите внимание чтобы у вас тут ничего не болталось а ведь я вот рукой пытаюсь все стоит крепко у этого же ходит ходит и отсюда выпадали ошметки видим сыпется то есть вот этот двигатель он стоял здесь который отвечал за движение каретки в лабораторнике стоит 9 вольт слышим сейчас было регулировать до 12 вот такой писк пошел сейчас при вас вот я никуда не ухожу подключаю двигатель и то там не 12 а 11 вольт был есть слышим тут такого звука нету то есть таким способом вы можете посмотреть моторчик на ваших работоспособности подключаем двигатель теперь на энкоден слышно тоже да писка нет все работает хорошо вот даже подключил сейчас от блока питания на 10 вольт на 10 вольт что и требовалось доказать что нужно замена двигателя еще раз говорю перед тем как собирать смотрите все узлы как смотрите я пытаюсь вам всегда показать проверить чтобы потом лишний раз вам не лазить в принтер и не пересобирать его взяли нашу топору я попшикал и спиртиком то есть тут у меня находится спирт попшикнул почистил чтобы быть уверенным также можете поискать в интернете конечно способы как ее смотреть на целостность ну думаю она у меня рабочая потому что вроде никаких проблем у меня с подъемом вала и опусканием не было теперь стоим я на свое место здесь две защелочки провод уложить поставили наш моторчик на место так как мы посмотрели на нас рабочий поставили на шахта пара на место теперь берем датчик и смотрим датчик наш рабочий берем сначала вот эту часть засовываем ее сюда встала теперь аккуратненько защелкиваем защелочку отмыли на нашу площадку посмотрел я внимательно датчик датчик целый ошибся то есть когда бумага у нас проходит здесь видим у нас здесь сектор пара она у нас открывается таким образом датчик работает пружинка здесь посмотрите чтобы не было волос ничего такого засунули наш провод вот сюда вот сюда затем ставим все на свое место здесь видим такое углубление вот он в пластмасске оно будет входить сюда в металлический каркас то есть вот я его поставил здесь тоже видим так наша пластмасска встала сюда на место перед тем как стоит тот угол вначале давайте вот так засудим вот этот чтобы он встал а затем регулируйте в этом угле в том угле потому что по другому никак сначала суем эту часть потом регулируем здесь и все остается на свое место затем закрутили сюда винтик после чего поставили планочку обратите внимание чтобы вот эти все направляющие которые вот эта направляющая, вот эта встала на свое место. И закручиваем раз, два винтика и три винтика. Тут тоже чтобы все встало на свое место. Также здесь направляющая. Когда будете ставить ролики протяжки бумаги, то есть вначале оденете эти петелечки, аккуратно поставьте вот так, то есть видим, встала на свое место. Затем будем засовывать наши пружинки. То есть берем пружинку, видим здесь где она расположена, вставляем сюда таким вот образом, защелкиваем, берем вторую пружинку. Здесь она расположена на оборотнике. Видим здесь входить она не звучит. И защелкиваем. И третья пружинка также. И защелкиваем ее. Все. Когда поставили все на место, попробую листочек. Ничего ли ему не мешает. Все вроде проходит замечательно. Заодно можете обратить внимание в страте на топору, на датчик прохода бумаги, то есть встает ли она на свое место или нет. Все. Датчик встал на свое место. Затем берем нашу пружинку, то есть как я показывал, когда разбирал, и вставляем ее вот сюда. То есть здесь такое отверстие специальное под нее даже сделано. И вот таким вот образом она ставится. Все. Зафиксировали. То есть здесь в таком положении. Здесь вот она выходит вот так вот. Итак, узел протяжки бумаги мы зафиксировали, закрепили. Если ваш принтер что-то мнет бумагу, значит у вас что-то попало здесь. Смотрите, ваш узел протяжки бумаги. Также видим здесь как бы, что вал сцарапанный. Видать, что-то здесь попадало неплохо и таким образом его сцарапало. Но это не кричит лично. Затем ставим посадочное место и помпу. То есть что это за узел? Когда ваша печатающая головка садится сюда, чтобы она не засыхала, вот это наше посадочное место, она получается прижимается к печатающей головке. Также, когда вы включаете на прокачку чернил, то есть чтобы ваша система прокачалась через печатающую головку. Здесь, я видим, имеется помпа. Там расположены ролики, два ролика. Вот она качает ее, получается. И отработка у вас уходит вот отсюда. Также здесь имеется у нас, когда вот видим, я поднимаю наше посадочное место. Имеется такая шестереночка. Вот выходит резиночка. В свою очередь она по площадке нижней части печатающей головки очищается от нее. Когда вы будете чистить печатающую головку, не разбирая принтер, обратите внимание, чтобы вот этот узел у вас был чистый. Хотя бы накапайте сюда что-то, чтобы у вас отсюда шла обязательно жидкость. Если у вас не будет идти, то есть у вас печатающая головка будет засоряться быстрее и быстрее, потому что у вас не будет идти прокачка. Если помпа у вас не работает, смысла чистый печатающую головку сильно нет. Оно у вас некоторое время будет работать, потом опять засоряться, потому что от чернила некуда будет уходить. Как разбирать эту часть я снимал на Epson P50. Можете посмотреть. Будем ставить ее на свое место. То есть видим здесь у нас отверстие, когда я разбирал, показал вам, что отключить надо. То есть у нас винт находится вот здесь, выходит отсюда. Обратите внимание, чтобы вылетела шестеренку, здесь имеется такой паз. То есть видим. Так вот он никак не ставится, паз попадаем. Таким образом она вылазит. Когда я мыл, я попробовал шестеренки крутить, вращать. То есть отсюда вода чистая пошла и таким образом мы помпу очистили. Когда будете мыть, лейте сюда воду, вращайте эту шестеренку, чтобы ваши ролики здесь походили и очистили всю систему. Но перед тем как ставить, еще тут есть некая деталька. Вот эта штучка, которая в свою очередь вылетает. Сейчас поставлю и покажу. То есть вот такая пружиночка, которая одевается отсюда. Вот так вот. И здесь мы видим, она одевается вон туда. Поставили ее. Таким вот образом. Здесь она будет крепиться так. Вот так вот она работает. Поставили нашу помпу на место. Попробовали язычок, работает. Попробовали посадочное место. Покрутили за шестеренку. Все работает. Смотрите, чтобы все направляющие у вас встали на свое место у помпы. Затем будем устанавливать нашу ось с каретки на свое посадочное место. Посмотрите, датчик. Датчик белого листа. Так называется. В интернете в нем информация есть. То есть его задача определять белый лист и печатать. То есть почитайте об нем, какие ошибки могут быть. Потому что зачастую бывает, что засоряется этот датчик и возникают ошибки. То есть наш датчик получает питание от этой платы. Здесь у нас вставляется энкодер на ленту. Когда будете вставить энкодер на ленту, посмотрите внимательно, чтобы она была внутри. Если вы поставите мимо, она у вас просто будет биться обок. Или если ваша энкодер на ленту будет не хватать зубцов или зубцы будут засорены. Тоже может быть ошибка в каретке. Здесь видим у нас смазка старая в карманах. Как бы отмыть-то и от мылого. Но тоже надо лишнюю смазку убрать. Все будем наносить свежую. Тут и в карманах видим смазка тоже засохшая. Сейчас вот это все почищу и буду наносить свежую смазочку. Итак, почистили смазку. Видим карман для смазки пустой. Здесь видать какие-то отверстия. Отсюда смазочка выходит лишняя. Или заправляется через эти отверстия специально. Не знаю, я никогда не заправдал. Напишите свой комментарий. Итак, берем смазку. Смазку я использую G71. На озоне она есть. Одно время была на авито, сейчас ее там не стало. То есть цена такой 5 миллиграмм 500 рублей стоит. 10 миллиграмм 3 с чем-то. Наносим смазку в карманы. То есть когда она будет у нас по оси ходить. Чтобы наша ось была смазана. То есть наносим в этот карман. Затем вот сюда наносим. И здесь осмазываем. Вот нанесли сюда. В кармашки взяли вот так вот. Походили. Чтобы она хорошо легла. И с этой стороны также. Такую же операцию делаем. После того как этот узел смазали. Не забываем смазать заднюю часть нашего принтера. И еще забыл показать. Надо здесь тоже все смазать. Потому что вот эта наша часть. Ходит по металлической площадке. Видим след от каретки идет. Тут тоже все смазываем. Перед тем как ставить ось на свое место. Возьмите вот эту деталечку. И поставьте ее сюда вот. То есть у нас видим выемка. Вот она направляющая. Потому что когда поставите датчик на свое место. Вы не сможете ее засунуть. Таким образом ставьте ее сразу. Закручивать ее пока не надо. Чисто просто поставьте. И сделайте ее до самого низа. Чтобы освободить. Чтобы ваша ось прошла сюда. Затем берем шлейф от каретки. Самый узенький. И засуну его в датчик. Потому что потом будет засунуть вам сложно. Контакт расположен. Так. То есть вот этот у нас датчик. Который считывает кодовую ленту. Вот эти два датчика. Работают. От этого шлейфа. Питание. То есть. Идет от него. И так же одеваем ремешок сразу. Снизу. Ремень надеваем. Чтобы у вас зуби смотрели. Друг на друга. То есть. Как вы снимали. В таком положении. Он у вас. И будет одеваться. Тут и видим. Такие зубцы. С обеих сторон. Эти зубцы. Должны у вас попасть вот сюда. То есть. За счет этих зубьев. У вас ремень будет скользить. Проскальзывать. Так. Зафиксировали. Ось отмыли. Почистили. Чтобы не было здесь ни чернил. Ничего здесь были чернила. Я их отмыл. Я их отмылаю. Плохо подходит. Не поджимается. Если такой будет возьмите его маленько, нажмите и засуньте заново. Затем засовываем в правый угол. Не забудьте сначала одеть каретку сверху, поставили в начале одели ее, потому что потом водить вы не сможете на эту часть, еще что накосячил, то есть видим ремень, мы уже засунуть не сможем. То есть перед тем как одевать засуньте ремень в серединку, чтобы он у нас там был. Так вот одели, ремень теперь у нас вытянутый и тачек ставим наш флажок на свое место как он был, поставили. Таким вот образом одевается наш ось с кареткой. Так что же за датчик у нас такой? То есть здесь у нас идет как бы не целиком круг на датчике, а потом будете снимать, посмотрите. Я что-то не показал, не обратил внимания. Смотрите, я вот его кручу и наша ось поднимается, видите, выше, то есть в таком положении она в самом высоком. Ось наша ходит. Не знаю видно или не видно. Здесь опускаться начинает. Ниже, 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 ниже. За счет этого датчика у нас регулируется ось выше или ниже. То есть получается на оси тот датчик стоит, вот у него так вот выглядит. И поэтому они у нас одинаковые, чтобы ось у нас поднималась одинаково с одного конца и другого. Так, сейчас ищем, как одеть на ось. И будем одевать. Все. Фиксируем. Фиксируем. Это мы одели. Затем одеваем шайпочку. И то есть получается у нас с помощью нашей оси, будем печатать на дисках, например, да, у нас она включается на самую высокую, то есть печатающая головка у нас поднимается, потому что если будет одинаковая у нас высота, то по дискам она будет скряжить. То есть поставили там что-нибудь такое, она пониже, еще пониже и бумага обыкновенная еще ниже. То есть упечаточек головки с руки рассчитаны на высоту. Вот этот датчик для этого и нужен. То есть если у вас не будет регулироваться высота, обратите внимание на этот датчик. У вас как-то пара, значит неисправна. Вот и все. С этим мы разобрались. А вот за счет вот этой регулировки и что на том углу, который мы закручиваем, мы регулируем минимальную высоту нашей оси или максимальную. То есть если когда они стоят по меткам, то пускай так и стоят. Или отмечайте, как я вам показывал. Если вам что-то не понравится высота, можете попробовать по одной единичке поднять или опустить. И отрегулировать сами, как вам надо. Наш электрон. Ставим его на место, чтобы совпадал с этой шестереночкой. Поставили. Закручиваем на два винтика. Итак, закрутили на два винтика. Перед тем, как закручивать, покрутите маленько, чтобы ваша шестеренка встала как надо. А теперь у нас идет следующий вопрос. Как же нам переключить ось, если она у нас никак не крутится, не вращается. То есть, вот, я кручу за шестеренку и она у нас не вращается. Как же нам включить другое, выше ее или ниже. Видим, тут она застопорилась и все, не хочет ни выше, ни ниже. Как же переключать принтер в свою высоту. Потому что разобрать и собрать принтер это, конечно, одно дело. Но разобраться в механизме это совершенно другое. Видим, наша каретка, когда ей надо переключить высоту. То есть, наша каретка идет сюда. Вот, нажимает на эту часть. Вот она. Часть нажала. И таким вот образом она переключает высоту. Видим, вот этот язычок. Он переключается то сюда, то сюда, то сюда. Вот за этим язычком, смотрите. Вот его отжало. Находится в таком положении. Опять каретка нажала. В другом положении. В другом положении. И таким вот образом за счет нашего редуктора вот этого и регулируется высота оси. Ну вот, в принципе, мы с вами изучили теперь. Из чего состоит ось. Как одевается каретка. Что такое ремень. Я рассказывал. Что такое энкодерная лента. Рассказывал. Об этом есть много информации в интернете. А вот об этом, что я показал. В интернете вы навряд ли найдете. Так что не забываем подписываться. Ставить лайки. Также поддерживать канал. Затем закрепили сюда пружинку. Снизу, как она стояла. После чего поставили сюда пружинку. Затем поставили боковую стеночку. Закрутили ее на винтик. После чего нашу каретку убираем в бок. Чтобы она нам и мешала. Затем будем собирать эту часть. Посмотрите на две пружинки. В одной конец длиннее. Вот этот. Он покороче. Если вы сюда будете ставить с длинным концом. Вот у вас сюда не влезет. То есть ставится она не тяжелая. Берем, просто надеваем сюда. И таким вот образом она фиксируется. А вот эта пружинка с длинным концом. Туда не влезет. Когда будете ставить вот эту верхнюю часть. Если не будет получаться у вас сразу с пружинками. Видим как они расположены. То есть вот сюда в крепление входит. И вот сюда. Вы вначале попробуйте поэкспериментируйте без них. Также посмотрите все ролики протяжки. Чтобы у вас все были целые. И затем надеваем на свое место. То есть вот на эту ось. Вот этот уголочек. И так поставили на свое место. Попробовали ее работу. То есть она поднимается. Опускается. Ничего не заедает. Закрутили сюда винтик. Сбоку винтик. И сюда. И сюда винтик. Смотрите чтобы все ваши направляющие. Вот эти. Вышли как надо. Следующим образом будем ставить печатающую головку. На свое место. Шлейф наш закрепили. Вот сюда. Когда я показывал разборку. Если вы меняли печатающую головку. Для того что она у вас перегорела. Обратите внимание на шлейфы. На эти. Целые у вас или нет. Обязательно их звоните. Чтобы потом. Опять не попасть. Чтобы у вас. Не перегорел. Ничего. Потому что иногда бывает. Контакты здесь выгорают. Между собой. И получается. КЗ. То есть видим. Тут два отверстия. Один под узкий шлейф. Другой под широкий. Если вы печатающую головку мыли. Дайте ей хорошо посохнуть. Не спешите. Ставите сразу. Потому что иногда поспешишь. И приходится покупать. Новую печатающую головку. Вначале суем широкий шлейф. Контакты вверху находятся. Потом узкий. То есть вот засунуть широкий. Поставили. Закрепили. Пошевелите. Потому что иногда. Можете не до конца засунуть. Типа у вас потом появится. Ошибка. Видим когда засунули. Контакты должны скрыться целиком. Под разъем. Но если вы засунули. И меняли печатающую головку. И у вас есть ошибка. Попробуйте снять шлейфа. И посмотреть на задиры. Потому что частенько бывает задиры. Затем закрутили на три винтика. И ставим вот эту защитную крючечку. На свое место. Затем будем ставить контакты. Когда будете ставить. Посмотрите вот так визуально. Чтобы все не выходили. С одной стороны. С другой. И на контактах не было чернил. Здесь были маленькие. Их почистил. И так. Теперь ставим. Построили. Защелкнули. Все. Шлейф поставили. То есть. Шлейф от линкодерной ленты. Поставили. Шлейф от контактов. Поставили. Шлейф отпечатающей головки. Поставили. Пока собирал эту часть. Пришли запчасти. Давайте посмотрим. Заказывали на озоне. То есть. Ролик. Вот такой. Шестьсот рублей. С копейками стоит. Ссылки ставить не буду. Наберете. Чисто если вам надо. Ролик отделения бумаги. И там. Вам высветится. Там потому что. Ссылки могут меняться постоянно. Можете на алиэкспресс заказать. Если вам. Надо быстрее. Или к спеху. Вот так вот. Упакована. Так вот. Пакетики. . То есть. Отличие. Видим. Тут еще шипы. Как бы. Даже свеженькие. Вращаю я сюда. Она крутится. Не хочет. Обратно. она вращается. В принципе все идентично, одинаково. Двигатель пришел вот такой в коробочке. Вообще она получается у нас сантиметров. Вот видим 17,5. Вот такая коробочка еще. Двигатель стоит 1300 с копейками. Коробочка в коробочке. Упаковка хорошая. То есть не пожалели и картон, ничего такого. Так же покупал на зоне. Рекламировать ссылки я не буду. Видим ради состояния нового. Пакован хорошо. Сейчас включим. Попробуем как будет работать. Включили лабораторник на 11 вольт. Слышим. Работает тихо. Думаю послужится. Ставлю его на свое место. В принципе вот поставили наш двигатель. Работу посмотрели. Работа нормальная. Закрепили время на провод, чтобы потом можно было его натянуть. Если что, подходить не будет по той, когда будем ставить заднюю стенку, чтобы фильтр туда закрыть. Эти пока не закреплял сильно. Ну все. Собираем другую часть. Отмыли мы узел захвата. Видим чистенький. Высохло все. Сейчас будем ставить все на свои места. То есть начнем с нашего ролика отделитель бумаги. Смазали наши вот эти направляющие. Засовываем один конец и второй легко заходит. Таким вот образом ролик отделения бумаги встал на свое место. То есть поняли. Здесь захвата. Вот эта часть у нас отвечает за отделение бумаги. Затем ставим нашу вот эту часть. Длинненькую беленькую. Потом я объясню для чего она служит. Поставили вот этот угол. Затем плавненько переходим вот сюда и забрасываем. Видимо она у нас не функционирует как надо. Потому что наша пружинка не стоит на месте как должна стоять. И так поставили нашу вот эту ось на место. Теперь смотрим ее работу. То есть я нажимаю. Она уходит. Значит наша пружинка стоит как надо. То есть одна часть у нас упирается сюда, вторая сюда. Когда я снимал видео от Epson P50, почему-то пружинка вот эта у меня отсутствовала. Не знаю ее не было ли с самого начала. Или она так должна быть по конструкции. Напишите, если вы знаете. Потому что до меня его разбирали. И возможно кто-то забыл ее поставить. Будет очень приятно услышать от вас комментарий. Так, то есть две части поставили, которые отвечают за отделение бумаги и которые отвечают за выравниваем бумаги. Когда мы засовываем нашу бумагу, то есть вот по этим штучкам она выравнивается. Следующим образом будем одевать ось, где расположен ролик захвата. Если ваш принтер не стал захватывать бумагу, обратите на ролик захвата. Бывает у него износ. Или обтерите его чем-нибудь хорошо. Или отмойте, или закажите новый. Как менять вы уже знаете. То есть вот смазали мы нашу детальку. Затем видим здесь такое ушко кругленькое. Оно у нас одевается вот сюда. Вот. То есть вот так вот оно будет у нас ходить. Затем берем шестеренку. Один раз был случай в вебсоне. Эти все шестеренки были сломаны. Но не на этой модели. Я показывал. Теперь видим. Наша шестеренка ходит, но ничего ее не останавливает. Чтобы был щелчок, нам не хватает пружинки. Пружинку нашу одеваем вот сюда. Чтобы легче одеть, он не нучится. Нужно сразу вот так вот ее. Затем мы делим вот сюда. И надеваем нашу эту штучку на наше место. Затем суем шестеренку. Слышим. Сюда оно у нас вращается, а обратно не идет. Вот. То есть вот за счет вот этого острого направляющего, который в свою очередь впивается вот сюда в шестеренки, таким образом работает этот узел. То есть если у вас что-то с захватом бумаги, обратите внимание на эту часть тоже. Затем ставим толкатель бумаги. Засунули с левой стороны. Затем суем с правой. Вот таким вот образом все попало в паз. То есть толкатель бумаги у нас служит. Он у нас толкает бумагу буквально на секунду. Ролик захвата бумага у нас захватывает. И толкатель бумаги уходит обратно. Вот для этого и нужен толкатель бумаги. Толкатель бумаги сам по себе работать не может. То есть видим, вот так он возвращается обратно. Поэтому мы ставим сюда пружинку и вот в эту часть вот сюда фиксируется она. Поставили. Видим, уже что-то более-менее получается. Затем нам надо поставить эту часть на наше место. Чтобы ее поставить, вот эта часть нам не мешала. Нам надо выравниватель бумаги убрать. То есть вот такое положение поставить. И ставить наш узел захвата бумаги. Так. Все. Что-то вроде получилось. Итак, если ваш толкатель бумаги не работает. Обратите внимание на пружинку. Вот на эти кулачки, которые в свою очередь будут нажимать на толкатель бумаги. А здесь вот на этот кулачок. Или что-то у вас под толкатель бумаги попало. Если у вас не работает выравниватель бумаги, видим вот этот кулачок. Он нажимает у нас на выравниватель бумаги. Все, вроде как сделали. Поставили вот эту нашу шестеренку. Сейчас будем ставить наш узел захвата металлический каркас. Когда будете ставить, здесь ничего такого сверхъестественного нет. То есть посмотрите, чтобы вот эти направляющие, вот эта направляющая, входила вот сюда. Вот этот язычок выходил у вас вот сюда. Вы выйдете по пути, чтобы не мешал. И вам будет мешать вот эта деталочка. Вот поставили. Видим, она не дает нам войти. Мы ее маленько отжимаем и ставим на свое место. Чтобы ваш вот эта защелочка села на свое посадочное место. То есть видим, наше направляющее попало на свое место. Вроде все влезло. Теперь ставим наши шестереночки. Вот она наша ось, которая идет у нас на редуктор. Чтобы легче поставить, можете открутить два винтика редуктора и она у вас легко встанет. Два винтика я не стал откручивать. Я посмотрел. Думаю, она уходит вполне. Теперь ставим эту нашу часть и ставим нашу шестеренку. Все вошло. Теперь закручиваем обратно на наш винтик. То есть получается вот за счет вот этой оси и двух шестеренок работает наш редуктор, который поднимает наш ось с кареткой вверх или вниз. Так что, если будет такая неисправность, обратите внимание еще и на эту шестеренку с этой осью. После того, как это все поставили, ставим нашу вот эту шестеренку. Защелку убираем вверх, ищем зубцы, чтобы попали друг в друга и каким-то образом она ставится. Все. Механист не собрали. Теперь закручиваем винтик сюда и в ту сторону, как и откручивали. Итак, подцепили все на свои места, как было. Без синей изоленты не обошлось, потому что у меня нет такого белого скотча, как у изготовителей Epson. Покупать его специально я нету необходимости. Если я не прав, напишите, чем их скотч отличается от нашей изоленты. Так, теперь нам надо посмотреть узел захвата. То есть, у нас он захватывал по два патрилиста. Давайте посмотрим, как у нас работает сейчас отделитель бумаги. То есть, выполняем такую же функцию. Видим, включу шестеренку, ничего не крутится. Беру маленько обратно. Толкатель бумаги сработал. И пошел захватывать бумагу. То есть, отделитель бумаги у нас, видимо, вращается. Ну, вот и вопрос. Там вращался, здесь вращается. Тогда будет ли он отделять бумагу? Интересно, давайте посмотрим. Бумага у нас отделяется. То есть, таким образом мы смотрим узел захвата на захват и на отделение бумаги. У нас имеется такая вот наша верхняя часть, которую я когда снимал показывал вам. Одевается она у нас на ролик захвата. Своем ее, как она была. Отмыл я ее. Видим, маленькая здесь щеколда полопленная. Ну, думаю, ничего страшного. Свою функцию она выполнять будет. То есть, когда я разбирал, я показывал вот эти направляющие в свое место, как они были. И потом сверху закрутим винтиком и держаться у нас будет она крепко. Эта пружина у нас, получается, надавливает на ось, на кулачок. Для чего я не знаю. Какую функцию она имеет, если вы знаете, напишите. Ну, в принципе, вот и все. Поставили мы защитный кожух с этой пружинкой. Теперь ставим энкодерную ленту. Когда будете ставить энкодерную ленту, вашу каретку поставьте вот так. Ленту я мыл чистой водичкой и протер двумя пальчиками. Как я вам и говорил, ее утереть не обязательно. Перед тем, как ее ставить, посмотрите, чтобы ваше ушко было вот так вверх. Затем, одените вот сюда ее. Надели ее, развернули и засовываете. Попали в датчик. Вытащили ее отсюда. Закрепили ее, как она была. После чего взяли пружинку. И поставили. Таким образом ставится энкодерная лента. Еще раз говорю, обратите внимание, чтобы ваше ушко было вверх. После того, как поставили, еще раз. Потрогали энкодерную ленту. Посмотрели в датчике, она ли не в датчике. Там вы видите вот такое окошечко. Она просто должна попасть туда в окошечко. Ничего такого сложного нет. И вот так она должна у вас там стоять. Если вы не упадете, эта пара датчика выйти не будет. Поставили наше основание в наш лоток. Закрутили на 7 винтиков. Сюда 2 винтиков. Раз винтик. Внутрь. Сюда 2 винтика. И здесь 4 винтика. Это я показывал, когда разбирал. Закручивайте лучше отверткой, не шуруповертом, чтобы резьба вас не рвалась. Потому что, если вы раза 2-3 закруйте, у вас потом резьба будет рваться. И еще косячок свой показываю. Когда я поставил в самом начале лоток, то есть надо было провод опустить вниз. А я опустил его через верх. Ну, вот я признаю свою ошибку. Сильно не ругайте. Также есть поставьте и переставьте. Не забудьте мультиметр измерить. Если нет контакта на кнопке. Собираем дальше. Затем поставьте верхний лоток. Пока у вас в разобранном виде. Обратите внимание, что вот эта направляющая должна ходить сюда. Потому что, если вы ее не поставите, потом вам будет неудобно ее закидывать. Закрутили наш крепеж для проводов. Закрутили сюда один винтик. Сюда два раз и два. И сюда два раз и два. Памперсы были, я вытащил их. Потому что часть я отмыл. Ставить я сказал, ничего не буду. Потому что у нас есть. Ставим на свое место ее. И закручиваем. Если же вы заменили памперсы. Хотите, чтобы сливалось у вас. Учернило сюда. Одините шланчик ваш. На это выпуклась. Здесь вы видите. А так у нас выходит подмошечка. Итак, поставили эту часть. То есть, закрутили. Вот сюда винтик. Я показывал, когда разбирал. Сюда и сюда. Сюда не закручивайте. Не надо. Поставили плату форматора на свое место. Перед тем, как ставить, не забудьте закрутить сюда винтик. Теперь такие два винтика. Один длинный такой. Один по пластмассе. Закрутили эти два винтика. Поставили плату форматора. Подцепили семь проводов. То есть, посчитали, что было семь штук. Затем поставили верхнюю защитную крышку. Закрутили. Раз винтик. Два винтик. Три винтик. Четыре винтика. Пять, шесть, семь винтиков. Затем поставили наш датчик на свое место. И ставим эту часть, как она была. Закручиваем один винтик. Закрутили на винтик. От датчика подцепили шлейф на плату форматора. После того, как закрепили этот винтик, закручиваем сюда два винтика. Два, два и один сзади здесь. Одеваем наш панель направления сюда. Затем, одели две петли. Обратите внимание на эту площадочку, чтобы она у вас одевалась на пластмассу. И перед тем, как будете одевать шлейф, испытайте, как она закрывается. Открывается легко или просто. Потому что, если вы поставили не так, как надо, у вас она не будет открываться и накрываться. И подцепляем шлейф в платье. Следующим образом поставили вот так блок сканера. Доблокотили его на стеночку. И подцепляем все шлейфа в свои места, как они были. Затем ставим верхнюю крышку. И еще такой момент, когда будете одевать блок сканера, не закручивайте вот эту петлю сразу, как она есть. Вначале возьмите, поэкспериментируйте, как она одевается. Чтобы потом вам не мучиться, чтобы легко посадили на свое место ее. Затем поставили на свое место и закручиваем на винтик. Итак, поставили верхнюю крышку. Закрутили. На несколько винтов все закручивать не обязательно. Потому что, если вам придется раскручивать, то придется опять все винты раскручивать. Сейчас ставим с МПЧ на свое место. Уже почти собрал принтер. Хотел подцепить, а подцепить никак не могу, неудобно. Пришлось опять снимать верхнюю крышку. То есть, лучше сразу, пока в разобранном виде, подцепите ваш слив и уберите его аккуратно. Чтобы потом не разбирать еще раз принтер. Самый долгожданный момент. Подключили питание. Включаем сеть. Заживайте подушки на верхней части. Принтер вышел в готовность. Нажимаем на цветную. Старт. Так как печатающая головка стояла, отмыкала. Сейчас я подключу Print Help и сделал прокачку. После этого вам покажу результат. Пока вышел белый лист. Радует одно, что наш принтер запустился и работает. Давайте пока посмотрим, что с бумагой у нас. Решили ли мы проблему или не решили. Вот я ставлю бумажку. Делаем пять копий цветных. Старт. Сейчас видим лист, выходит один. Он уже по два листа не берет. Как я вам и показывал, в ролик отделения бумаги была сломана у нас пружинка. Вот запустили одну прокачку. Цвета уже появились. Видим, не хватает одного цвета розового. Сейчас на Алисов 5-10 распечатаю. Потом он постоит и попробую потом еще прокачку сделать. Нельзя сразу друг за другом включать 2-3 прокачки. Потому что вы можете залить печатающую головку. Конечно, вы можете это спорить, испытать. Но я так не делаю. Идет тест. Идет десятый лист. Видим, хоть мы и заменили двигатель. Но когда дошла до десятого листа. У нас скорость печати упала. И он печатает тихо. Слышите звук, да? Как он печатает. Хотя смазка у нас везде есть. Все присутствует. Двигатель новый. Но почему-то вот так вот. Ну вот он печатает лист. И что сказать, я вам не знаю. То есть вот нужно печатать. Хорошо. Все цвета пошли. Почему такая причина у этого принтера. То есть 9 листов печатать нечем. А потом начинает так печатать. Запускаем печать тестов. Чернила, видимо, уже почти все. Идут почти все. Ну, печатается и будет идти хорошо. Итак, наш принтер отдохнул. Запускаем еще печать. Видим, печать пошла побыстрее. Ну, я еще дополнительно смазал ось. Смазкой. Ну, в принципе, печать стала неплохая. Все цвета вроде пошли. Перечитал я все форумы. Кто только не пишет. Ставили и дополнительно охлаждение. И все. То есть и меняли двигатели, и смазки какие только не пробовали. У меня на P50 такая же беда была. То есть, в начале печатал ничего. Потом начал так же. То есть, я думаю, все-таки дело в износе деталей. Если мы сменили двигатель, и все равно такая же у нас беда осталась. Ну, хотя сейчас ошибки нету. До этого ошибка выходила. То есть, мы видели, что двигатель был в плохом состоянии. То есть, для продолжения устранения этой ошибки, я бы рекомендовал попробовать поставить новую каретку. То есть, может быть, она по оси бы ходила как-то лучше. Из карманов не уходила смазку. И попробовать так же, может поставить новую ось. То есть, или взять, если у вас есть один рабочий принтер, который работает отлично, а второй получается плохо. Так же попробовать заменить поочередно. Вначале поставить АТУ-2 двигатель. Потом заменить каретку с осью. Ну, так же люди говорят и пишут, что возможно, может быть и дело в печатающей головке. То есть, она не так работает. Ну, всякое возможно в этой технике, потому что это техника. Если вы знаете секрет этой ошибки, напишите, пожалуйста, в комментариях. Будет очень интересно. На этом я заканчиваю свое видео. Если вам нравилось это видео, не забываем ставить лайки, подписываться на канал и поддерживать канал. Будет очень приятно. Так же, делитесь своей информацией, что у вас было с этой моделью принтеров. И как вы ремонтировали. Всего хорошего. До свидания. С вами был канал. Я мой принтер.